Продолжение следует... Я уверен, что никто из вас не имеет ни малейшего представления о нашем деле. Почему? До того, как духовное или психологическое лечение приобрело страшную популярность, потому что моя работа родила умственную эпидемию психоцелительства в 89-м году, тогда было маленькое представление, я бы сказал, ложное, извращенное. Но когда возникла волна подражателей, плагиаторов, которые, пользуясь тем, что моя работа оживила психологию и вызвала к ней любопытство, то появилось много любителей лечить, не говоря о том, что много нуждающихся в психологическом лечении. Потому что люди чувствуют, что именно психологическое лечение может возбудить некую силу. Какую? Сила у нас есть огромная. В самом слабом таится огромная сила. Какая? Наш резерв. Какой? Биохимический резерв. Таблица Меделеева у нас есть. В каждой клеточке записана память нормальности. Я бы сказал, что и диагностическая способность нашего тела тоже велика, но всё это надо сдвинуть с мёртвой точки. Поэтому наши встречи не носят характер пробуждения, а не усыпления. Хотя многие сюда пришли не только из-за того, чтобы спастись от какого-то заболевания, спастись от операции или смерти, но они ещё и пришли для того, чтобы уснуть. Это очень неправильно. Так вот, для того, чтобы наше дело продвигалось более успешно, требуется несколько моментов. Первое. Ну, хотя бы небольшое понимание его. Хотя бы небольшое понимание. Потом следующее. Исполнение того сценария, который я вам предложу. Потому что, если мы пойдём по вашему сценарию, то мы... Куда мы пойдём? Ну, вспоминайте. Куда пошли слепые? Когда слепой вёл слепого, в яму попадают. Когда слепой ведут слепого, в яму. Это написано в Библии. Ну, давайте о понимании. Я уже коснулся, что каждый человек несёт в себе полный состав того, из чего состоит всё. Даже на эту тему придумал выражение, которое звучит так. Человеку очень далеко до звёзд. Но звёздам до человека. Ещё дальше. Поэтому мы все, каждый своим естеством, каждый день производим то, что не в силах произвести никакая наука. Например, мы все делаем кровь. Задумались над этим? Какие мы мастера? Какие своим телом гениальные? А умом мы можем делать кровь? Кровь из-за именителя. Далеко до крови. Дальше. Мы все, сами собой, приходит время, делаем зубы. Как первые, так вторые. И знаете, что нередкий случай, даже третий. Третий раз растут зубы. Наконец, каждый из нас с собой ежедневно, ежесекундно создаёт волосы, ногти и так далее. Перечень бесконечный. Сюда мы можем добавить гормоны. Адреналин, например. Стоит достаточно сейчас громко крикнуть или стукнуть микрофоном, как все тут же, в то же мгновение выработают адреналин. Потому что на резкий звук вырабатывается. В случае испуга люди вырабатывают вещество, которое уничтожает их пигмент, и они сидеют. В том числе, как показала моя работа, люди могут приобретать другой цвет волос. Тот совсем иной, чем был у них до этого. Поэтому возникшее в 89-м году новое научное, философское направление, оно оказало для современника непонятным. Почему? Потому что было открыто, как правильно обращаться с человеком. Потому что люди тысячи лет назад были такие же самые. Они не изменились. Те же глаза, тот же их биохимический состав, то же количество пальцев. Но изменился способ воздействия на них. Потому что во все времена все представители всех течений, как научных, религиозных, так и шарлатанских, того и другого было предостаточно. Все они делали одну ошибку. Они шли к человеку через ум, через уговоры, через слезы. Обратите внимание, все духовные направления, какие бы вы ни взяли, все они связаны, ну я не хочу сказать с попрошайничеством, но близко около этого. Вспомним позы, в которых сидят люди, которые хотят излечиться. Раз. Это что, боевая позиция? Это какая-то научная? Давайте разберем, зачем так сидеть? Что это дает? Энергию ловить? Она что, как дождь падает с неба? Или вот так, а еще кланяются, лобики набивают. Давайте будем кланяться, чтобы дождь перестала. Вот смотрите, сейчас в Чехии, Германии, вся Европа утопает в воде. Животные тонут, птицы гибнут, люди гибнут. Ужас. Мы говорим, что я простая, вдруг вы сидите, и внезапно за несколько секунд полная квартира воды, а вода до 10 метров поднялась. Ну, а где же спаситель? Что наказывает за грехи? За какие? Кого? Слон стоял в зоопарке недавно в Чехии, только хобот торчал. Вся Чехия рыдала. Как же вытащить его из воды? А он кому-то какой-то грех сделал, слон. Он себе был в Африке, его никого не трогал. Его привезли, и на тебе потоп. Он что, грехи сделал? А разве грешники зайцы, которых убивают охотники? А птицы, а рыбы, сколько вылавливают? А смотрите, что делается на птицефермах, каждый день режут курень. За что? Посмотрите на ваши зубы. Это зубы травоядных животных. У нас не клыки, мы травоядные. Нет, мы едим мясо. Вот наши зубы похожи на зубы лошадей и коров. Но не похожи на тигрины и львины зубы. Тем не менее, человек развратился до того, что мясо ест безгонечно, и стал уже как хищник. И другие страдают. А то говорят о грехах человеческих, о животных. Кому они что должны? За что они такими порциями погибают? Ну, давайте, пускай попросят, чтобы прекратился ливень, дождь и поток. Пускай попросят. Не выйдет ничего. Единственное, что поставят дамбы, может быть, выстрелят туда в тучи, разогонят этот туман. Ну, я не знаю. Но ничего нельзя противостоять определенным физическим законам. Потому что звезды загораются, а потом гаснут. Наша земля тоже. Не зря когда-то Блок написал такие строки. Когда придет последняя часть природы, состав частей разрушится земных. Все сущее опять покроет воды. И Божий лик изобразится в них. Наше дело является следующим. Мое дело. Открытие тех тонкостей, тонких психологических ходов в общении с людьми, которые пробуждает их бессознательное «я». Мы затрагиваем те центры, которые руководят обменом веществ, которые руководят тканью. Мои предшественники, все они топтались около человека, занимались попрошайничеством. Их оружие – носовые платки, слезы и поклоны. Выклинчили что-то? Нет. Это все равно, что, знаете, стоять под Луной и рыдать, и просить. Ну-ка, как бы мне на Луну попасть? Вы просили? Нет. До тех пор, пока они открыли ракетный двигатель. Гении открыли ракетный двигатель. Проект космического корабля был еще разработан Циолковским. А Кибальчич в свое время разработал ракетную установку. Дальше. Горючее. А обшивка корабля? А компьютер, без компьютера разве полетишь в космос? Компьютер, телевидение, радио, Попов. Это же он открыл радио. Это его отлучили от церкви за это. За что? За то, что истину открыл. За то, что приблизился к настоящему Богу. Его отлучили от церкви. Видите, поклонами не удалось попасть на Луну. Американцы шесть раз были на Луне, познав законы, как управлять кораблем. Малейшая неточность, малейшее отступление от законов, вот и авария, как Челленджер погиб. И другие космические корабли, как погибали. Чуть-чуть нарушилась герметизация, все, космонавты погибли. Вы знаете эти случаи. Значит, всюду закон, закон, закон. Теперь, коль тысячи лет люди не давали излечений, настоящих. Потому что, знаете, излечиться от бессонницы, или от страха, или от навязчивости, мы сами можем преодолеть навязчивость и страх. Мы можем прыгнуть с парашютом, если страшно, идти темным полем, где-нибудь другое что-то испытать страшное. В конце концов, мы можем сдержаться и отказаться от сладкого. А сколько раз мы употребляем горькое во имя спасения? Не хочется горького, а употребляем. Продолеваем? Продолеваем. Значит, чувство, желание, преодолеваем. А как преодолевать пальцы? Как преодолевать грудь, желудок, кишечник, глаза? Вот слепые глаза. Как преодолеть? Плакать? Плакаю. Ничего не вышло. Оказывается, что есть закон, что со стороны можно так повлиять на человека, поставить его в такую ситуацию, что он своим гениальным телом даст гениальную реакцию. Я уже сто раз приводил примеры. Какие? Что если на этот столик летом в клетке посадить зайца серого, то надо использовать только закон. То есть божественный закон. Настоящего Бога использован. Ибо Бог настоящий. Это законы, а не дедушка с бородой. А какой закон? Давайте узнаем. Продолевала человеку ум, но сказала. Воспользуешься им, когда поумнеешь. Давайте поумнеем. Как зайца сделать белым в августе месяце? Закон использовать. Какой закон? Давайте узнавать. Давайте думать. Зайцы белеют? Белеют. А что когда? При каких условиях? Зимой. А что зимой? А зимой холодно и бело. Ах вот так. Ну тогда давайте все обложим в вату и будет бело. Первый закон. Второе. Включим кондиционеры. Что было? Минус 30. И зайчик через три дня белый. Вот что такое использование закона. Теперь. Коль тысячи лет люди не давали изменений в ткани, а только в духе. Ну допустим их лечили от страха, от навязчивости. А вот пальцы не могли лечить. Кожу нет. По сей день во всем мире. Не только духовное целительство, но и вдруг какое-либо другое медицинское лечение не дают излечения от глобальных смертоносных заболеваний. Ибо первая смерть номер один в мире это заболевание сердца. 10 миллионов человек ежегодно погибают от инфарктов. Раз. Удушья. Астма. Почти такая же цифра. Где-то 9 миллионов. Третья смерть сахарный диабет. А потом все остальные. Так. И вдруг. В 89 году оказалось, что эти заболевания одолимы. А во всем мире они неизлечимы. Стенокардия неизлечима. Инфаркты неизлечимы. Хирургические излечения не в счет. Это уже грубое механическое вмешательство. Аллергия, астма неизлечимы. Тут уже не вырежешь ничего. Здесь только таблетки и гормоны. И наконец диабет это абсолютно неизлечимое заболевание. За всю историю человека, еще ни разу, ни в одном институте, ни в одной деревне, в этих знахарях, колдунов, шаманов, тех и нынешних самопальных авантюристов, никто никогда не вылечился диабета. Только в 89 году вдруг как из ведра посыпались излечения от этих заболеваний. И дошло до того, что я вот сейчас вам, которые одни настроены на меня положить, на другие отрицают, на третьи стоят с этими писульками, которые распространяют, тут сумасшедшие ходят под видом Христа. Да, почитайте эти писульки, бред настоящий. И они в том числе, никто из них не умрет от инфаркта. Здесь сколько вас есть, и старый млад, и с инфарктами, и без статикардией, никто не умрет. Настолько я уверен и знаю эффективность нашего общения, которая приведет вас к тому, что вы от этого никогда не умрете. Я провяжу это как для примера. Все остальное имеется в виду в том или другом процентном соотношении, и мы сценарий будем делать такой, чтобы эффект был максимальный для всех и по всем вопросам. Но только подчеркиваю, сценарий будет мой, но не ваш. Действия будут мои, но не ваши. Вы будете действовать телом, я умом. Но не дай Бог, если вы будете действовать умом. Вы все переклошматите и испортите. Если вы будете требовать сна, потери сознания, ощущения, будете проигрывать. Если вы от этих убеждений откажетесь и скажете так, вот мы есть, мы ходячие компьютеры, включай нас. Только мы не будем сомать руку туда, к той кнопке, куда ты включаешь. А то вы суети туда, погладьте меня здесь, посмотрите мне в глаза, а скажите, что меня проходит. А почему я не сказал, что проходит астма, псориазм, а надо, чтобы сказал. А почему я не ссупил, а почему я не чувствую, что меня опухоль проходит. Все, вы проиграли. Никаких хотений, желаний, просьб, никаких писем, ничего. Вас нет умом. Но тогда вы будете телом своим. Ибо вы пришли все по поводу тела. Если так разобраться, кто пришел спасать душу. Эти ходят, что языки, извините за выражение, с этими писулечками. Кто пришел спасать душу, поднимите руку. Аж никто. Видите, ни одна рука. Полторы тысячи, почти две тысячи человек в зале, ни один человек не поднимает руки. А теперь кто пришел спасать суставы, кишечник, желудок и сердца. Поднимите ручки. Ну вот, все подняли руки. Вот им все. Вот он глаз народа, так сказать. Значит, мы попали в цель. И я ради этого пришел, чтобы сделать так, чтобы вы не попадали на операционные столы, чтобы вы не умерли от бронхиальной астмы, чтобы никому из вас не отрезали ногу понапрасну, понапрасну грудь, матку и прочие органы, которые вам и так нужны. Эти органы, как правило, в единственном экземпляре. Значит, мое воздействие основано на чем? Что я создаю ситуацию. А ситуация, она говорит, не говоря. Поэтому, с одной стороны, я что-то вначале объясняю. Это есть первый камень в нашем фундаменте. А дальше все, как бы, неговорящие, но ситуационные. Ну, как это понять? Вот смотрите, когда я делал телевизионные мосты с обезборной операцией, кстати, они до сих пор не повторены и при вашей жизни повторов не будет никогда. Первый телемост Киев-Москва, во время которого в институте онкологии в Киеве оперили пациентку с опухолью груди без наркоза. И второй телемост Киев-Тбилиси, где оперировали сразу два человека по поводу вентральной грыжи. Разрезы были, соответственно, 25 и 40 сантиметров. Одна из пациентов, которая была разреза 40 сантиметров, имела перед этим четыре операции, две из которых закончились клинической смертью. А у нас все прошло с песнями. Дальше. Эти телевизионные мосты до сих пор никто не повторил. Абсолютно, во всем мире. Почему? Потому что я правильно обезболивал. Как? Я не говорил, а вам не больно. А у вас проходит, а вам все легче. Они все так говорят. Я не вставал в такую позу и их не заставлял в такую вставать. И никакие позы мы с ними не делали. Я просто сделал отмашку хирургу и те стали оперировать. Почему? Потому что я уже их настроил ситуационно до этого. Первая ситуация. Вот они берут билет. Поймите. Я вам все открываю, все, как говорится, кухню. Вот они взяли билет на самолет. Что там написано? Киев-Тбилиси или Киев-Москва. Так? А между строчками? Ничего не написано. Но на самом деле написано, но не написано. Сказано, но не сказано. А там подразумевается. Да, ты летишь туда, но там тебя будут оперировать дистанционно и без наркоза. Видите? Сказано, не говоря. А коль так, то она попадает не в ум, который абсолютно слаб, а с центра бессознательного «Я». Центром, который командует биохимией нашей и могут заставить эту биохимию выделять нужные вещества, атакующие, которые ты умом из себя не выдавишь никогда. Ни один человек еще себе не мог исправить сердце, легкие, печень и избавиться от диабета, потому что он действует умом, а ум в тело не вхож. Почему? Он маленький. Вот сколько вам лет? На любую посмотрю. 50? Да. Это вашему уму 50, а телу вашему сколько? Столько, сколько человечеству всему. Потому что вы тело получили сразу готовым. А коль так, то тело умнейшее, а ум, видите, отстает. Поэтому наш ум в тело не вхож. Я так и придумал такое выражение. Хоть ум и в нашем теле, но в наше тело не вхож. Отсюда требуется, чтобы кто-то со стороны зашел, создал ситуацию. Вот вся наша работа с вами здесь, это ситуационная работа. Потому что сказано не говоря, чуть-чуть сказал, чуть-чуть вам объяснил, и вы открыли глаза на эту тематику. Не важно, поняли вы много или мало, что-то вы поняли. Чуть-чуть. Это мне достаточно. По крайней мере, вы должны были бы догадаться, что я о вас думаю. Догадались? Ну, не догадались. Я думаю о вас, о каждом, как о супергениальном естестве. Каждый человек сидящий здесь для меня гений. Для моих всех предшественников, каждый, кто тут сидел, для них был бы дурак. А они были бы гениями. Вот они на педестале. Мы пророки, мы единственные. Мы такие-сякие, мы все знаем, мы на педестале. А я нет. Я на педестал поставил человека. Все. А мне остается только лишь сориентироваться в нем и поступать правильно, как требует закон. Поэтому я всегда говорю так, на вопрос журналистов, а какие же у вас способности, когда проявились? Я говорю, одна. Единственная. Какая? Видеть ваши способности. А способности ваши, как на ладони. Таблица Менделеева есть. Память нормальности есть. Компьютерность наша. Все ведь по программам. У всех одинаковая температура 36,6. Острота зрения, состав крови, циклические изменения в организме. Все по стандарту у всех. Мы все одно и то же. Хотя они одни и те же. И существуют законы, которые надо открыть в пути, в общении с людьми постепенно. Сразу на голову это не падает. Можно обладать какой-то обостренной интуицией, но этого мало. Надо всегда иметь дело с тем предметом, который ты изучаешь. Поэтому через мои руки прошли сотни тысяч людей, миллионы людей. И я через них прошел. И кое-что я в них увидел. Когда ты на что-то очень долго смотришь, то рано или поздно ты в этом что-то увидишь. Так и я. Поэтому я принес вам совершенно другой подход к вам. Подход, который дает возможность мне сказать. Никто из вас не умрет от инфаркта. Ни один. Какой бы вы ни были запущенный инфарктник. Будете ли вы здесь находиться в зале. Или вы будете смотреть эту запись. Вот эта запись сейчас ведется. Видеозапись. Вот эту запись увидят тоже. Миллионы людей ее увидят. Никто из них не умрет от инфаркта. Ответственная фраза еще какая. Вдруг на миллион человек один что-то даст. Все. Мне нет места на земле. Меня опозорят с головы до ног. Вы представляете, на какое острие я иду обнаженный грудью. Я прямо с сердцем иду на острие. Но я хочу так сказать наперед. Не для того, чтобы вам внушить. А чтобы наперед констатировать. Что вы через много лет. Через очень много лет. Вдруг спохватились. Минуточку. Мне уже 80. Я что-то не умираю. В чем дело? В чем дело? Почему у меня сердце так хорошо бьется? Вот у меня папа, мама такие долгожители. Может быть у меня дедушка, бабушка? Нет. А в чем дело? А, наверное я такой хороший. Я правильно существовал. Нет. Вы сегодня получили программу.